Результаты экзитполов показали уверенную победу Токаева на президентских выборах. В Казахстане в своей речи по итогам голосования он обещал провести экономические реформы и анонсировал новое политическое устройство страны. «Эта кампания, несомненно, останется в нашей истории. Объявлены результаты экзитполов. Конечно, мы ждем официальные итоги выборов. Тем не менее, уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне, как президенту и всем вам», цитирует слова президента и его предвыборный штаб. По предварительным данным, действующий президент набирает более 82% голосов. Бывший президент страны Нурсултан Азарбаев уже поздравил Токаева с победой на выборах. В ходе своего выступления Токаев обещал провести кардинальные реформы в экономике и конституции страны. Президент Садыр Джапаров провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым Джумартом Токаевым. В ходе беседы Джапаров, поздравив Токаева с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметил, что его победа – это важный показатель поддержки и доверия казахского народа. Кроме того, лидеры стран обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, вопросы регионального взаимодействия, а также подготовку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, запланированного на 9 декабря в Бишкеке. Послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане стал Лесли Вигери, сообщает Госдепартамент в Твиттер. Он принес присягу. В сообщении говорится, что дипломат проработал 30 лет в Госдепе в странах Южной и Центральной Азии. Он также был заместителем посла США в Узбекистане, работал в дипмиссиях в Индии и России. Государственная налоговая служба с этого месяца запустила им систему электронный рейдовый налоговый контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для проведения эрейда сотрудники территориальных налоговых органов, участвующие в контрольных мероприятиях в части специального налогового режима обеспечены тремя стами планшетами. Как объяснили в ГНС, система позволяет автоматически рассчитать риски, составить акт по итогам проверки после внесения необходимых сведений и обработать данные. При этом налогоплательщик сможет расписаться в электронном документе благодаря функции «Электронно-графическая подпись» или «Подпись с помощью ЕАЙДИ». Банки Кыргызстана в январе-сентябре 2022 года заработали 18,4 миллиарда сомов. Это больше, чем за весь 2021 год в четыре с половиной раза. Такие данные приводит над Статком. Прибыль банков почти в 18,5 миллиардов сомов за девять месяцев этого года стала рекордной за всю историю Кыргызстана. В 2021 году они заработали всего 4 миллиарда сомов, а в 2020 и 2021 годах по 4 миллиарда сомов. Гендерное неравенство – это проблема женщин или мужчин. Этот вопрос актуален для всех сфер жизни, в том числе и с экономической точки зрения. Как показывает практика, финансовые дела у мужчин гораздо стабильнее, нежели у женской половины. Между тем, наличие одинаковых возможностей в этой сфере приведет к взрывному росту ВВП и развитию общества в целом, считают экономисты. По этой причине главной повесткой государственных структур во многих развитых странах является поддержка женщин-предпринимателей. Иным финансовым инструментом в расширении прав и возможностей стали гендерные облигации. Именно женское предпринимательство, оно может обладать таким экономическим стимулом для рывка. И оно очень многофакторное. Вот понимаете, если мы обеспечим инфраструктурные вещи, такие как садики, школы, хорошие рабочие места, образование девочкам, это усиливает экономику в разы. И такая экономика может показывать 17% роста, 20% роста. И, как мы понимаем, это также важно, чтобы Кыргызстан остался цивилизованной страной. Потому что это именно признак цивилизованной развитой демократии, когда присутствует гендерная разница. Новый финансовый инструмент или инвестиции в женщин. Впервые на рынке страны Банк Азии совместно с партнерами выпустили гендерные облигации. Как знак и посыл того, что Кыргызстан готов поддерживать и расширять бизнес предпринимательниц. Сегодня прошла церемония начала торгов первых ценных бумаг. И уже к концу мероприятия были проданы облигации на 18,5 миллионов сомов. Гендерные облигации могут покупать все. И частный сектор, финансовый сектор, фонды развития, банки. То есть это для всех компаний могут покупать. И главное, что когда вы покупаете, мало то, что вы получаете доходность 12%, но еще плюс вы вносите свой вклад как развитие социальных каких-то таких проектов, особенно развитие женского предпринимательства. Основные условия – это чтобы собственником компании была женщина, 30% состава женщины были. И вот это основные условия. Но также мы хотим поддержать наших женщин в регионе. Это очень-очень важно. Купить ценные бумаги и тем самым поддержать кыргызстанских бизнесвумен может любой желающий. Номинальная стоимость облигации – тысячи сомов. Объем эмиссии составляет 82 миллиона сомов. Срок обращения – 36 месяцев, а доходность – 12% годовых. Вырученные средства будут направлены на выдачу кредитов, на развитие малого и среднего бизнеса. Займы смогут получить только те компании, которыми руководят, являются собственниками именно женщины. Также это касается тех организаций, где 30 и более процентов штата – представительницы прекрасного пола. В соседних странах, в Центральной Азии, именно со стороны частного бизнеса социально-гендерной облигации – это первый практический пример именно с Кыргызстана. И отрадно надо отметить, что наш опыт донорам, международным инвесторам – это тот опыт, который мы показываем, что сегодня рынок капитала Кыргызстана, бизнес Кыргызстана готов работать по международным стандартам, по международным стандартам привлечения инвестиций. Тем самым мы хотим, чтобы данный пример был показательный для другого бизнеса, для выпуска устойчивых ценных бумаг. Необходимо поддерживать и расширять участие женщин в бизнесе, помогая им масштабировать свое дело, поскольку они являются решающим источником перемен, а расширение их прав и возможностей принесет пользу всему обществу. Министерство труда социального обеспечения и миграции вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабмина о переносе выходных дней в 2023 году. Такт на новогодних выходных предлагается отдохнуть 8 дней с 1 января по 8. Предлагается перенести выходной день 9 января 2023 года на рабочий день 3 января, выходной день 25 февраля на 4 января, выходной день 11 марта на 5 января, выходной день 25 марта на рабочий день 6 января 2023 года. В Катаре начался чемпионат мира по футболу 2022 года. На стадионе Альбайт в городе Эль-Хаур прошла церемония открытия турнира. На том же стадионе прошел первый матч между Катаром и Эквадором. Сборная Эквадора обыграла команду Катара со счетом 2-0. В Мундиале принимают участие 32 сборные. Некоторые матчи впервые будут судить женщины Стефани Фраппар из Франции, Сальма Мукансанга из Руанды и Есими Ямасит из Японии. Редактор субтитров А.Семкин